Продолжаем эфир. В Караганде мать и дочь просят защитить их от агрессора. Бывший сожитель молодой женщины преследует ее и, возможно, причастен к пожару, который уничтожил дом. Что делать в таких случаях? У кого искать защиты? Узнавала Людмила Батюшкина. Светлана боится говорить не только, где она живет сейчас, но и называть свою фамилию. Детей не может отпустить в школу. А все потому, что мужчина, с которым она встречалась 6 лет, по ее словам, угрожает ей. Он предложил ей жить вместе, но через неделю Светлана ушла. После этого начались преследования. Человек, который подумал, что я его собственность, он меня начал контролировать во всем, скандалы на ровном месте закатывать. Мне это очень сильно не понравилась, такая жизнь. Тем более, на все это смотрели мои дети. Несколько дней назад у Светланы сгорел дом, который она снимала. Пожарные подтвердили поджог. Камера наблюдения соседей сняла, как тот самый мужчина зашел в дом и вышел за 7 минут до сообщения о пожаре на пульт 101. В доме находился газовый баллон, а за стеной жили соседи, которые едва не погибли. Единственная мера, предусмотренная законом против семейных агрессоров – защитное предписание. Мужчине запрещается месяц подходить к женщине и детям, которых он терроризировал. При выборе, например, человека для замужества нужно смотреть описательно. Не представляет ли он вообще какой-то характер опасный. Не склонен ли он к спиртному. По словам адвоката Ширина Мергалеева, действующий ныне закон никак не защищает жертв домашнего насилия. Даже если мужчина нарушает защитное предписание, все, что может сделать женщина – написать новое заявление. Дело возбудят опять-таки административное. Какой абьюзер, например, он своевременно не останавливается, не привлекается к ответственности, он начинает идти еще хуже. И в итоге мы потом имеем женщин, которые превысили пределы необходимой обороны и нечаянно убивают, получается, мужей в попытке защитить себя и защитить детей. И в итоге они потом сидят, сроки длительные за убийство. Закон о противодействии семейно-бытовому насилию давно устарел, считает адвокат. Новый законопроект активно обсуждался, но встретил большое сопротивление. Но закон против домашних насильников необходим в срочном порядке, считает специалист. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Ирина Нинашева, Информбюро.